С чем ассоциируется у вас понятие кармы? Непреодолимая стена условий, выстраиваемая перед человеком и его душой на пути к прозрению? Или вы видите в ней возможность, возможность для закалки и прогресса, роста души? Карма – одно из центральных понятий в различных религиях и философских учениях. Это вселенский причинно-следственный закон, согласно которому праведные или греховные действия человека определяют его судьбу, испытываемые им страдания или наслаждения. Карма лежит в основе причинно-следственного ряда, называемого сансарой, и используется в основном для понимания связей, выходящих за пределы одного существования. Закон кармы осуществляет реализацию последствий действий человека, как положительного, так и отрицательного характера, и таким образом делает человека ответственным за свою жизнь, за все те страдания и наслаждения, которые она ему преподносит. Закон кармы охватывает как прошлые, так и будущие жизни человека. Деятельность, совершаемая человеком в освобожденном состоянии, не производит плохой или хорошей кармы. Сансара в большинстве традиций рассматривается как результат неведения в понимании своего истинного «я». Это неведение обусловлено круговоротом души в процессах рождения и смерти в мирах, ограниченных кармой. Однако, каждая душа должна стремиться к освобождению и избавлению от результатов своих прошлых действий. Что же значит то самое освобождение? Прежде всего, важной его частью становится избавление от физического тела или понимание его вторичности и второстепенной важности в жизни и пребывание в таком состоянии, когда ничто не может отягощать и усугублять действия кармы. Ведь, как мы знаем, именно человеческое тело становится причиной многих проблем, связанных с увязанием души в блуждании по сетям сансары. Здесь вам и зависть, и жадность, и страх, и похоть. Все низменные желания, инстинктивные поступки, которые приземляют душу и не дают ей прозреть. Как ты не пытайся услышать свое собственное высшее Я и уговорить его вести праведный образ жизни. Карма – вселенский закон. Но есть вселенные, в которых он не работает. А это стоит учитывать, но это уже следующая ступенька развития души, до которой ей еще предстоит добраться и на которую придется с тяжелым трудом вскарабкаться. Карма – это не просто понятие. Карма – это целая система со своими богами и инструментами воздействия на человека. Карма саркастична, и у нее довольно специфическое чувство юмора. Проблема заключается в том, что люди с радостью увязают в ней, добровольно укладывая свои головы на гильотину и ожидая, когда острый нож опустится вниз, возвести в собой начало нового кармического цикла и следующего этапа сансары. Смерть – одна из главных составляющих водоворота перерождений и шествования путем прохождения испытаний. Смерть – промежуточная точка, в которой таится море страха и непонимания. Смерть – невозмутимый палач, приводящий приговор в исполнение. Смерть – инструмент в руках человека. Капкан, который он захлопывает сам и в который он толкает других. Каждая душа, попадающая в этот мир, обречена на скитание в теле, в сосуде, который будет для нее подготовлен, выношен и рожден. Но что делать, если гончар бьет горшки, которые сам и сделал? Что, если он намеренно уничтожает материал, из которого должен был быть создан сосуд? Он вредит. Вредит себе, отказываясь создать сосуд для помещения в него некоего содержимого. Так же поступают и те, кто препятствует помещению в человеческий телесный сосуд души, говоря конкретнее, тот, кто прибегает к практике абортов. Существует масса поводов сделать аборт, и вы уже сейчас можете начинать перебирать варианты в своем уме, чтобы оправдать это преступление. Но важно понимать одно. Душа – очень сложная субстанция, и возможность человека отменять ее помещение в сосуд не является его достоинством, а является тем самым капканом. Давайте, говорите о том, что аборт может стать результатом показаний врачей, пытающихся спасти жизнь будущей матери. Аборт может стать избавлением женщины от напоминаний ей о причинении вреда или свершенного над ней насилия. Существует еще масса вариантов, которые можно истолковывать, как те, которые могут оправдать аборт. А как вам вариант аборта, как способ выбора пола новорожденного, пол которого должен устраивать всех членов семьи? Представьте себе ситуацию, когда в семье есть три мальчика, но будущие родители очень хотят девочку. В этом случае они говорят так. Если девочка – рожаем. Если еще один мальчик – делаем аборт, и больше мальчики нам не нужны. Как вам такой выбор? Как вам такой отбор? И это не фантастика. Это суровая правда жизни. Реальность. Как бы там ни было, все, что происходит, продиктовано кармой. Важно понимать именно это. Кажущаяся вам возможность на что-то влиять, делать выбор в рамках кармической системы – лишь иллюзия. Это игра, в которой вы с большей долей вероятности проиграете. Происходящие события – следствие, у которого есть причина. Происходящие события – проверка, которую ты можешь не пройти, и за которые последует наказание, отбывать и отрабатывать, которое придется в следующем витке сансары. Если с тобой что-то происходит, значит ты заложила причину испытания и происходящих событий еще в прошлом. Если в этом воплощении на тебя рассчитывают как на инструмент для создания сосуда, значит в прошлом воплощении ты заложила для этого предпосылки. Женщина, которая забеременела в результате насильственных действий, могла в прошлом воплощении сама нанести вред будущей матери, которая потеряла ребенка. И в этой жизни ей придется восполнить потерю и стать проводником в этот мир новой души. Отказавшись сделать это, женщина лишь усугубляет свое положение и закладывает в будущее воплощение негативный сценарий своего существования. Как бы там ни было, что бы ни происходило, как бы ни разворачивались события, у всего есть смысл, у всего есть причина. И смерть сосуда не является для вас освобождением. Каким бы хорошим ни казался человек в этом воплощении, это не указывает на его святость в прошлом. А значит он заслужил все происходящее с ним сейчас. То же касается и спасителей животных, стерилизующих кошек и собак налево и направо, прикрываясь якобы благими намерениями. Мы делаем это, чтобы они не размножались, а потом не гибли на улицах, говорят они. Кто дал вам власть и полномочия распоряжаться жизнями этих существ? Вы возомнили себя богами? Вы причиняете осознанный вред, лишая животных их потомства. Животных, которыми движут не разум, а инстинкты. Такими они были задуманы и помещены в этот мир. И вы не имеете права вмешиваться в их жизнь, кастрируя и стерилизуя. А тот, кто вмешивается, расценивается кармической системой, как убийца и преступник. Что в сухом остатке? В остатке куча проблем. Кармические проблемы и перекосы. Отсутствие возможности иметь детей. Одиночество. Это все расплата за попытку влиять и вмешиваться в вещи, которые вам недоступны, непонятны и которые управляются высшими силами, но не вами. Людьми с ограниченным сознанием и пониманием того, кто вы и что вы делаете. Я видел одиноких кошатниц и собачниц, которые поставили себе цель в жизни заботиться о животных, но каким-то странным и жестоким образом. Во многих случаях это одинокие люди без детей и без семьи, которые прикрываются праведными целями, но которые заблуждаются в своих намерениях. Их ждет расплата в этом воплощении или в следующем. Есть время остановиться и начать исправлять ошибки, иначе может быть поздно, и на исправление совершенного может уйти не одна жизнь. Исправление – это в первую очередь осознание и раскаяние, просьбы и обращение к высшим силам о прощении, а не желании нести груз накопленных грехов. Вот оно – просветление, осознание и понимание своих ошибок, желание расстаться с ними, желание избавиться от кармы на первом этапе от негативной, чтобы переместиться в следующую жизнь и не стать заложником негативного прошлого. Прощение – это сброс, обнуление, которого можно достичь через понимание проблемы и использование инструментов, созданных для исправления ситуации. Выход всегда есть. Возможность избавиться от преследования негативной кармы тоже. Но сначала начни задавать вопросы и искать суть в том, что с тобой происходит. Важно понять всю многогранность происходящего и не искать выгоду и оправдание для себя, проявляя слабость, а с достоинством проходить испытания, понимая, что они могут стать способом очищения, отплаты и провести по сценарию возмещения кармической системе долгов за прошлые негативные поступки. Тем самым это поможет вам ликвидировать давление негативной кармы на будущие свои воплощения.